Мир вам! Мы сейчас помолимся, чтобы Господь благословил наше это служение. У нас сегодня в гостях брат Михаил, который поделится Словом Божьим. Мы будем молиться о проповедниках, о хористах, чтобы Господь их благословил и нас благословил. Все, что будет сегодня сказано, спето, чтобы упало как на добрую почву нашего внутреннего человека и принесло обильный плод нашей жизни для славы Бога, Бог же и радости нашей. Будем молиться. Господь, мы сердечно благодарим Тебя и славим, что Ты вторично нам позволил прийти в дом молитвы, чтобы славить Твое святое и великое имя. За любовь, которую Ты проявил к нам, Твоя любовь выражена в Сыне Твоем Иисусе Христе, Которого Ты послал в этот мир и сказал, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Некогда мы были далеки-далеки, Господи, от Тебя, но Дух Святой нас привлек, дал нам покаяние, и мы сложили все свои грехи у ног Христа, у Голгофского креста. Слава, слава, Святая Тройца! Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой! Господь, мы просим Тебя, освети народ и приготовь к слушанию Слова Твоего. Благослови наших братьев, исполни их силой Духа Святого, чтобы они передали то, что необходимо для детей Твоих. Благослови хористов, Господи, все, что они разучали, чтобы они стройно и достойно Тебя прославили среди народа. Благослови регента. Услышь наши молитвы и наши прошения. Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой! Аминь! Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой! Сын и Дух Святой! Сын и Дух Святой! Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой! 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 Боже, будь милостим к нам, Боже, благослови ты наш, Чтобы мы познали на земле путь твой. От всех народов спасение твое. Боже, благослови. Боже, благослови. Приветствую, дорогая церковь. Я еще раз, в свою очередь, хотел поздравить отцов с этим праздником, Днем Отца. Хотел бы, чтобы мы вместе порассуждали над несколькими текстами Священного Писания. Первый текст мы прочитаем из 1-го послания Петра, 1-я глава, с 13 по 15 стихи. «Посему, возлюбленные, припаясь в чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Если мы читаем чуть-чуть раньше, автор этого послания начинает свое послание с описания того, что Бог по великой своей милости возродил нас в Иисусе Христе, воскресением Иисуса Христа, из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному. Он также говорит о радости в скорби, об испытанной вере и достижении спасения душ верою. Он пишет о том, что пророки занимались исследованием этого вопроса спасения, которое было предназначено нам. А дальше объясняет им, какими им можно применить и нам нужно быть в ответ на Божье спасение. Я хотел бы немножко обратить внимание на последние два стиха, 15 и 16 стих. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Именно о святости и хотелось сегодня порассуждать. Смотря на эти стихи, автор уже говорит, что у нас есть пример. У нас есть кто-то, кто святой, кто является той звездой, за которой мы можем идти, с кого мы можем брать пример неошибочно. Он нас к себе и призвал. Давайте мы рассмотрим, что такое святость, что значит быть святым. Почему апостол Петр говорит «будьте святы»? Он не говорит, что вы святы и все. «Будьте». Что значит «будьте»? Что-то нужно прилагать к этому, какие-то усилия? Или как быть святым? Для чего нам необходимо быть святыми? Давайте на эти вопросы вместе попытаемся найти ответ из Писания. Я хочу прочитать Ефесянам с 2 главы, с 1 по 5 стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чада гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом благодатью выспасены. И воскресил с ним и посадил на небесах во кресте Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». Если мы посмотрим первые три стиха из этого отрывка, то автор говорит, что значит быть мертвым или противоположное быть святому. Это значит, мы были мертвы по преступлениям и грехам нашим, по которым некогда мы жили, он включает и себя, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. И третий стих говорит, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чада, гнева, как и прочие. Значит, для того, чтобы не быть сынами Божьими, или противоположно сынам Божьим, это быть сынами князя, господствующего в воздухе. Это значит, исполнять желания плоти и помыслов. Судя из прочитанного, мы также можем сказать, что если мы живем по плотским желаниям или помыслам, то мы никак не являемся святыми или детьми Божьими. Противоположность святости – это жить по обычаям мира, по воле князя, господствующего в воздухе. Теперь мы немного имеем картину, что значит человек без Христа. Какова греховная природа человека? Это жить и делать то, что я хочу, как я хочу. Исходя из этого текста, мы также узнаем, что Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас мертвых во преступлениям оживотворил со Христом. Мы, оказывается, будучи во грехе, когда еще были в мире, нуждались в чем-то, в спасении. Мы нуждались в какой-то помощи. Нуждались в ком-то, кто мог бы изменить наше положение, чтобы нам жить не по плоти, а по духу. И это является Бог. В этом же тексте мы читаем, что Бог нам подарил благодать, что со своей стороны Господь дал каждому шанс не быть как все, а быть святыми. Что значит быть святыми? Святой значит отделенный. Если мы прочитаем историю израильского народа, Бог многократно говорит им, не отделитесь от других народов, не делайте то, что они делают, не поклоняйтесь тем богам, не носите то, что они носят, не отдавайте ваших дочерей или сыновей за них. Ничего общего не должно быть. В Римлянам 6 главе с 19-го под 2-й стихи написаны следующие слова. «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваших рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваших рабы праведности на дела святые». Есть разница. Дела святые, дела праведности, и когда мы предавали, или люди предают себя нечистоте. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности». Какой же плод имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерти. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». В 2-й Коринфянам 6 глава с 15-го по 18-й стихи. «Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы – храм Бога Живого. Как сказал Бог, «Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями, говорит Господь Вседержитель». От чего выйти, от чего отделиться нам в сегодняшнее современное время? Текст, который мы прочитали раньше, говорит, что мирские дела – это дела постыдные. Эти дела показывают то, что люди, делающие эти дела, являются рабами греха. Освободившиеся от этого греха имеют плод, святость. У тех, которые жили по похотям плоти, есть конец смерти. Конец святых – жизнь вечная. Святость – это плод нашей веры, это результат стремления к цели. Быть похожими на Иисуса Христа. Итак, мы знаем, что между святостью и между людьми, живущими по своим похотям, есть большая разница. Итак, все-таки, как более ближе или подробно понять в наше время святость? Святость – это быть отделенным от мирских понятий, стремлений и стандартов. Это жить по стандартам Божьим, брать пример ни с кого другого, как с самого Иисуса Христа. Быть святым – значит быть похожим на Иисуса Христа, подражать только Ему, отличаться от мира и Его ценности. К большому сожалению, современное, развитое поколение все больше и больше тонет в похотях и живет стандартами, можно сказать, самого ада. Хочется обратиться, и знаете, особенно к молодому поколению. Сегодня мир очень искусно предлагает свои удовольствия. Они звучат красиво, блестят, и даже в почете. Два года назад, когда я учился еще в колледже, мне удалось быть свидетелем следующей сцены. Вышел на перемену после урока и услышал такой наглый смех, громкий смех небольшой группы людей. Мне стало интересно, что произошло там, они собрались. Я когда подошел, оказывается, они обсмеивали одну свою однокурсницу, о которой они только что узнали, что она сохранила честь. И кричали, такие сегодня мешают нашему обществу продвигаться вперед. Ты отсталая и тормозишь нас всех. Трудно было слышать это и смотреть. Немножко из статистики. Сегодня в Соединенных Штатах каждый день производится более 4 тысяч абортов, убийств. каждый день. Сегодня в мире Голливуд устанавливает ценности, цели, стиль жизни, моду. Сегодня Голливуд диктует, что является достоянием, или что является красивым, что должно быть примером. Сегодня у современной молодежи ты не мужчина, если не можешь выпить. Знаете, к большому сожалению, это касается и христианской молодежи. Мне приходилось бывать на нескольких общениях, где целью этих общений было не прославить имя Бога, не склониться в смирении перед Ним и просить, чтобы Бог по своей великой милости просил и сделал нас праведными, а показать моду друг другу, рассказать о своих планах, чего кто достиг, что о нем говорят неверующие друзья, как его почитают в тех кругах. Сегодня, к большому сожалению, также в церковь вносятся мирские стандарты. В очень многих церквях не существует простоты. Знаете, однажды я беседовал с небольшой группой молодежи, и тема была о различии между христианами и между миром. И как можно влиять на мир? Или можно ли вообще влиять? И должны ли христиане отличаться вообще от мирских людей или нет? И мы рассуждали о том, что мы на самом деле являемся представители неба. Наши стандарты должны быть небесные, никак не земные. У нас стремление к святости, не к земной славе. И если грани стираются у христиан, то с кого брать пример миру? На кого смотреть мирским людям? И после такой беседы одна из сестер говорит, ну знаешь, рассуждать то это хорошо, но если совсем прямо вот так все по Библии делать, ну смеяться будут. Скажут, что я отсталая. Как оделась, как хожу. Что скажут люди? Обсмеют. А что скажет Бог? В одной из церквей, как-то мне удалось так же посетить, я услышал немножко мне непонятные слова. пастор запретил группе маленьких детей выступать, говоря, что на сцене в церкви должно звучать только профессиональное, образованное выступление. Самое лучшее для Бога. Знаете, иногда такое ощущение, что если сам бы Иисус Христос зашел в простой одежде, без диплома, как будто порой ему не было бы места в церкви. Якова 4.4 «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Этот стих говорит, что кто только хочет стать другом миру, только имеет желание, он уже становится врагом Богу. Братья и сестры, хотелось бы обратиться теперь к пожилому поколению. Не кажется ли вам и всем нам вместе, не переживаем ли мы, что, возможно, мы проигрываем битву лукавому в это последнее время? Это страшно. Битва против греха, мерзости и современности. Мир полон отравляющего яда и обмана, мерзости и запустения. Библия говорит, что если мы дружим с миром, мы являемся врагами Богу. Враг – это противник. Врага обычно уничтожают. И такую позицию занимаем мы, если мы становимся на позицию против Бога, если мы становимся заодно с князем, который есть дьявол. Сегодня современное поколение кричит и говорит, что мы многое достигли, мы многое знаем, прогресс достиг очень больших достижений. однако же, наверное, одни из самых пустых внутренностей этих людей. Хотел бы обратиться к родителям сегодня. Дорогие родители, какие ценности у вас? Проводите ли вы вечера с детьми за изучением Библии? Или, может быть, вечера проходят напролет за телевизором? Является ли нашей ценностью просто посидеть и, может быть, просто понять нужды наших детей? Или же мы заняты? Сегодня мир говорит, что ценности это другое. Машины, дома, достижения больших карьер, денег, слава. И, знаете, многие люди сегодня говорят, ну, самое главное сердце, остальное все не важно. Библия говорит, что каково сердце человека, таков и он. Невозможно быть наружу одним, в сердце быть другим. Невозможно. То, что в нас живет внутри, оно проявляется в наших поступках, в нашем поведении, в нашем внешнем виде, в наших мыслях, в наших целях, в нашем стиле жизни. жизни. Хотелось бы задать каждому из нас вопрос, неужели мы так легко сдадимся или проиграем эту битву? Да, сегодня и молодежи, и многим из христиан неудобно, так они выражаются, неудобно выделяться в обществе, нужно сливаться. Нет, братья и сестры. Библия говорит, вы соль мира, и мы должны осолять мир, никак не мир нас. Какие ценности у нас? Может быть, не видят в нас люди того образа Иисуса Христа. Может быть, они видят точно те же ценности, гонку за деньгами, гонку за достижением славы, больших позиций, признания в мире. Или может быть, действительно, чтобы о нас не могли сказать, что пошел брат или сестра, которые, можно сказать, христиане, и одеты по-христиански, и говорят по-христиански, и живут по-христиански. Если мы сидим вечера напролет у телевизора, то не ожидайте, что дети будут иметь рвение и изучать Библию. Если для нас важна последняя мода и украшения, то это то, что будут ценить наши дети. Но это так в мире. У нас не должно так быть, у христиан. Мы же, если хотим увидеть и пребывать у ног Господа с нашими детьми, должны быть святы. Хотелось бы сегодня попросить каждого из нас давайте пересмотрим свое отношение, свои взгляды, свои стандарты мировоззрения. И давайте подумаем, чего достигаем мы. Пришествие Иисуса Христа для каждого из нас может быть в любой момент. Чем занят я? Занят ли я, стараясь являть святость Божью здесь на земле? Или я занят тем, что сгниет, сгорит и заржавеет. И к родителям хотел сказать, я сегодня здесь не потому, что я очень хороший, потому что мои родители, родители моих родителей до сих пор стоят непрестанно на коленях за меня. И сегодня хотел призвать всех родителей особенно вопиять Господу за своих детей, за свою молодежь в это последнее время, когда мир буквально разлагается, развращается. И наши дети там, в школах, на улице, в любых общественных местах, чтобы Бог сохранил их и чтобы мы, как родители, могли быть примером святости. И последний вопрос. Для чего нам нужна святость? Или это разница? Почему мы должны быть отдельными от мира? Для чего это? Я хочу прочитать два стиха по этому поводу. Евреям 12, 14. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Без святости мы не увидим Господа. Библия говорит, что ничто преданное мерзости и нечистое не войдет туда. Только святое. То, что отделенное, то, что не прикасалось и не запачкалось от этого мира, только это войдет туда. 1 Фессалоникийцам 4, 3, первая половина стиха. «Ибо воля Божья есть освящение ваше». Это то, к чему нас призвал Бог. И если мы хотим увидеть Господа, если мы хотим пребывать с Ним, вместе с нашей семьей, с нашими детьми, давайте пересмотрим еще раз свою жизнь, давайте будем просить у Господа мудрости, и будем благодарить Его за шанс, который Он нам дает еще и еще ободриться, пересмотреть свои цели и стремиться к вечности, то, что на самом деле самое драгоценное. Аминь. Будем молиться. «Только Боге спокойно, спокойно душа, спокойно, крови душа, спокойно, больно, душа, Бог, как вердыня моя, греба силы моей, твердыня моя, греба силы моей, Бог тверды, я не покорю, Господь, мой облог, только Боге спокойно, спокойно душа, только Боге спокойно, спокойно душа. Слава Богу! Тешевы, тесновение, упование, за грани до конца, Чтобы рев на состоронье И грузиться ля Христа. По кирпичику да по камешку Терпево десантю. Устрояем мы по Писанию Из себя духовный дом. Чтобы этот дом строить правильно Нам дано Писание. Божья заповедь словно правилом И обетование. По кирпичику да по камешку Терпево десантю. Устрояем мы по Писанию Из себя духовный дом. Папа раз пришел с работы Утомленный и в пыли. Он хотел с большой охотой Отдохнуть, одел вдали. Но как раз не тут-то было Папа отдых позабудь. Наберись немного силы Отдохнешь когда-нибудь. Только двери за собою Затворил и видит вот Дети шумною гурьбою Выбегают наперед. Папа, папа, расскажи-ка Ты нам сказку про мышей. Папа, папа, расскажи-ка Ты нам сказку про мышей. Как ловил кот мурлыка И остался без ушей. Нет, нет, про Ивана Как верхом на горбунке Ехал морем-океаном Он с краюхой в руке. Просит малая христинка. Папа, папа, нагнись Я тебе седу на спину. Он нагнулся, ну садись. Рассмеялась, как христинка Быстро села на коня И пришпорила ботинком. Ну быстрей, друзья, меня. Папа, конь, ползет усталым На спине наездник дочь А в душе приятно стало И ушла усталость прочь. Аминь. Аминь. Кружится, как пушинка В космосе земля Средь бесконечной селеной Так она мала Люди дайте руки Друг другу Люди дайте руки Друг другу Люди дайте руки Друг другу А Богу Ваше сердце Люди, дайте руки друг другу Люди, дайте руки друг другу Люди, дайте руки друг друг О Богу ваши сердца Время забыть раздоры Вспомним о любви Чтоб на земные просторы Радости в мир зашли Люди, улыбнитесь друг другу Люди, улыбнитесь друг другу Люди, улыбнитесь друг другу Пусть свет струется из глаз Люди, улыбнитесь друг другу Люди, улыбнитесь друг другу Люди улыбнили друг другу, Пусть свет струился из глаз. Любит Отец Небесный Всех людей земли, Да поспешим по чудесной Свет его любви. Люди, воздадим Богу славу, Люди, воздадим Богу славу, Люди, воздадим Богу славу, Прославим имя Творца. Люди, дайте руки друг другу, Люди, улыбнитесь друг другу, Люди, воздадим Богу славу, Прославим имя Творца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ 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 Сегодня день Папы, я буду говорить больше к родителям, а еще больше постараюсь к папам сказать. ПЕСНЯ Слова Учителя, Евангелие от Матфея, 5 глава, несколько стихов. ПЕСНЯ 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 Вы знаете, в начале года я попал в сильный шторм в океане ночью вместе с супругой. На небольшом корабле, у нас было немало там людей, такой был сильный шторм, что волны перекатывались буквально через палубу. Капитан просил никого не подниматься наверх, чтобы не унесло водою в океан ночной. Вы знаете, кораблик наш било сильно очень. И те, кто был в таком положении, никогда до этого не был в таком положении, ужасном положении. Люди, находившиеся внизу там в трюме, в бедственном были очень положении. Особенно моя супруга и врач, который был на корабле, он пытался найти вену, чтобы сделать укол, как-то привести ее в чувство. Я переживал за ее слабое сердце, и молитва одна была, как можно скорее, Господи, до берега земного дойти. Я узнал, что до берега осталось немного. Прошло время. Я поднялся с трудом, держась за поручни на палубу, и там через стекло. Я в ночи увидал два огонька горело впереди. Вы знаете, что это было? Маяки были. Они такими были дорогими для меня в ту ночь штормовую. Они говорили о том, что осталось немножко до берега, и что там есть бухта, то есть там нет волн, там шторма нет. Именно это имел в виду Христос, говоря, что вы свет мира. Но какая польза от этих маяков, если они высокие, красивые, стояли бы на берегу океана и не бросали в ночь штормовую ночь лучи света, указывая путь в бухту. Какой смысл, сказал Христос, когда мы зажгем свечу, ее спрячем под какой-то сосуд? Зачем зажигать ее в темной комнате? Нет смысла. Я зажигаю в ваших сердцах огонь. Прощением зажигаю. Ваши души огнем зажигаю, чтобы вот этот огонь был виден, чтобы люди могли смотреть и видеть. Мы можем много уже слышать о том, как сильно в последнее время потемнело в этом мире, как похолодало. И первый брат сегодня об этом тоже сказал. Вокруг нас сильно потемнело и похолодало. Но проповедь моя сегодня не о мире, как там холодно и как там темно, а о доме, в котором ты живешь. Там стало светлей с приездом в Америку или нет? Теплее стало и светлее в твоем доме, папа. Сегодня вечером возвратитесь домой. Я думаю, еще светло будет. Но если это так не получится, если потемнеет, когда вы вернетесь домой, вы привычным движением найдете выключатель, и комната зальется светом. Мы к этому привыкли. А если этого не получится, вы включаете, выключаете, а света в вашей комнате нет, и нет уюта. Вы пытаетесь узнать, в чем причина. Может, где-то там, на Колумбии, стоит огромная электростанция. Тысячи тонн воды падают в реку, вращают турбины. И огромная сложная сеть электропередач ведет в каждый поселок и в каждый город. Каждый город и каждый поселок имеет сложную систему проводки. Даже каждый дом, каждая квартира имеет сложную систему проводки. Но все налажено. Все работает. От самой реки, от самой станции до вашего дома все налажено, разрыва нет. Не потому света нет, что разорвано где-то в высоковольтных проводах, что-то разрыв произошел. Вы ищете причину, я взял, я знаю, дети запомнят, я не думаю, только дети и взрослые запомнят. Вы ищете причину, в чем же причина, почему в комнате света нет, и оказывается в лампочке, всего лишь ниточка маленькая. Всего лишь маленькая ниточка порвалась, перегорела. И все. Там работают турбины, вращаются, тысячи тонн падают воды, подстанции мощные работают, сложная система. Система электропроводов, но все налажено, всего лишь ниточка порвана. И все. И в комнате темно и неуютно. Все мы здесь сегодня вечером похожи на эту лампочку, все буквально, и дети, и взрослые. И именно на матовую, замечаете? Почему на матовую? Потому что не видно, что внутри. Иногда лампочка перегоревшая, матовая пятнушка появляется на лампочке, но не всегда. Как может туда заглянуть пресс-фитер, служитель? Кто может заглянуть внутрь и узнать, насколько близко у тебя отношение в этот вечер с Богом? Насколько горит внутри. Даже в дом твой не все заглянут и узнают, что в доме твоем светло ли там или нет. Теплее ли стало или нет. Вы свет мира. Ваш свет должны видеть люди. Я зажигаю прощением твою душу, чтобы твой свет, мой свет, в твоей жизни был виден. Я немножко позже вернусь к этой лампочке матовой. Историю из далекого прошлого. Помните, мама проснулась ночью и с ужасом посмотрела на сыночка, который был мертвый. Она его заспала. Так произошло неожиданно. Она проснулась, посмотрела на ребенка, а он был мертвый. Она нечаянно во сне ему прервала дыхание. Она смотрела на него с ужасом, как это могло произойти. Я слышал пример, когда родители встречали гостей, родился ребеночек. Их пришли поздравлять. И мама сверток, сыночка, закутанный сверток, положила на диван. И кто-то первый не заметил, сверху положил куртку. А потом остальные ложили плащи и куртки, пришедшие гости. Когда спохватились, праздника не было. Она смотрела на сына, которого заспала в ужасе. Но Писание говорит, что крика и плача в ту ночь она не подняла. Знаете, почему ей мысль пришла? Рядом спала подруга, у которой тоже был ребеночек. И они были похожи друг на друга. Всего три дня была разница между ними. Она встала, оттихонько встала, чтобы не разбудить подругу. В ее сердце пришла ужасная мысль. Она подошла к спящей подруге, убедила, что та спит. Взяла ребеночка осторожно, живого. А своего мертвого положила рядом с матерью, которая спала. И чтобы не разбудить ребенка, и маму пошла осторожно, легла спать. Думаю, что не уснула до рассвета. Я думаю, что думала, что будет, что произойдет, если проснется мать живого. Но с каждой минутой росло желание не отдавать ни в коем случае назад. Ночь прошла быстро, проснулась мать живого. Наверное, радовалась, что ребенок дал ей возможность выспаться. Да и время кушать пришло уже, кормить пора. И вдруг она в ужасе увидела, что ее ребенок мертвый. Ну, я не думаю, что у меня получится сегодня описать ту трагедию, которая была в доме в сердце матери. Ее ребенок мертвый был. Она плакала, кричала. Это было ужасно. Ее ребенок умер. Но прошло немного времени, и сквозь слезы, сквозь крик отчаяния, она смогла рассмотреть, что это был не ее сынишка. И знаете, гнев сменил отчаяние. Как ты могла? Как ты могла так зло пошутить? И между женщинами, знаете, разгорелся ужасный скандал. Она говорила, просила, умоляла вернуть назад ее сына, а та говорила, это мой, твой мертвый. Это мой сын, твой умер. Я не знаю, кто-то посоветовал им пойти к судье, чтобы судья эту проблему решил. Как им удалось попасть на суд к Цоломону? Это был не просто суд, это был царский суд. И в большом царском суде, зале, разгорелся опять жаркий спор, скандал за жизнь, началась битва за жизнь живого ребенка. Одна из них, помните, говорила, господин, мы были эту ночь только вдвоем, никого не было, у нее родился сынишка, и через три дня еще один родился мальчик, но она своего заспала, забрала моего теперь, когда я спала. А та говорила, господин, не верь ей, она лжет. Это мой сынишка, она своего заспала. И знаете, как трудно было тогда узнать правду. Церковь, вы знаете эту историю, царь Соломон смотрел на женщин, на их шум, скандал, на живого ребенка, и вдруг сказал воину, принесите меч. Когда принесли меч, он сказал вдруг решение свое. Возьмите, и чтобы не было скандала между женщинами, разрубите живого ребенка на две части, и отдайте женщине, одной и другой. Когда мать живого увидела своего сынишку в руках воина, когда она услышала жестокий приговор царя Соломона, когда она увидела меч, которым хотят разрубить сынишку, она закричала, не делайте этого, не рубите. Я забираю свои слова назад. Я ошиблась, это не мой сын. Отдайте ей, она его мать, пусть она воспитывает его, не рубите только. Оставьте его живым. Вы знаете, в зале суда был слышен крик только одной женщины. Другая, смотря на свою подругу, говорила, «Царь прав, он мудро поступил. Чтобы мы с тобой не ссорились, чтобы между нами не было скандала, я согласна. Рубите ребенка». А она кричала, просила, не делайте этого, отдайте ей. И знаете, люди на суде, вместе с царем Соломоном, они видели, ясно видели, кто была мать живого. Насколько мудрый был царь. Она уходила из зала суда, прижимая крошку своего сына, живого. Все позади было, как кошмарный сон. Я не знаю, мы нигде не находим больше об этой матери и ребенке, каким он вырос, послушным, уважал ли маму, каким он вырос, не знаем. Но родители знают одно, сколько нужно отдать бессонных ночей, сколько нужно времени, молитв, сколько здоровья нужно отдать, чтобы детки выросли и они счастливы были и свое счастье видели в Боге. Если бы только заключалось вот самое страшное, самое трогательное, чтобы не заспать ребенка в детстве, совсем нет. Родители понимают, как важно не проспать то время, когда можно вложить, когда можно научить, не пропустить это время. вы знаете, я беседовал с многими молодыми людьми разных семей, задавая им один и тот же вопрос, скажите, а как часто родители находят время с вами, чтобы поговорить по душам, с глазу на глаз? нам иногда кажется родителям, что иногда наказанием, родительским авторитетом легче разрубить проблему. девочка домой пришла поздно вечером, поздно, родители не спали, встретили ее с криком и негодованием. Сколько было слов сказано недобрых. Она зашла в комнату к бабушке, которая тоже в этот поздний вечер не спала. Бабушка обрушилась на нее. Ну что, нагулялась? Где тебя носят? Девчонка заплакала, говорит, бабушка, я думала, что ты выслушаешь, что случилось. Я спрашивал у детей, выросших детей разных семей, скажите, так, откровенных беседах. Я с молодежью занимаюсь с молодости. Я многое услышал. Послушайте одну историю. Дядя Миша, я расскажу, как примерно у нас день проходит в семье. Член церкви, говорит, мальчик, который вырос. Ну, утром все просыпаются, кто раньше, кто позже. Звенит будильник, поднимается, кто на работу, кто на учебу. Утреннее время сборов, суматохи. И скажите, это время, подходящее время, чтобы поговорить по душам. Конечно, нет. Все торопятся, каждый на работу или в школу, на учебу. И знаете, и взрослые, и дети погружаются с утра каждый в свой мир. И у взрослых свои проблемы, радости, круг друзей, переживания, и у детей тоже свой круг друзей, радости и переживаний. И так проходит почти весь день. К вечеру в разное время семья возвращается домой. Что интересует пришедшего с работу уставшего папу? Внутреннее или внешнее? Кто поломал? Кто разбил? Кто на место не положил? Ну, если и спросят, как дела в школе, лучше сразу сказать, все нормально. Потому что дети понимают, что папа не для того, чтобы помочь решить задачу, спрашивает. А что если не нормально, то по-своему поправить положение. А потом, после ужина, рассказывает молодой человек, все окружают, как мы сегодня слышали, телевизор. Одна интересная программа, другая. Потом похватится кто-то из взрослых, скажет, давайте тушить, потому что завтра рано вставать. И семья, выключая телевизор, обреченно склоняется рядом же. И детки думают, ну, как интересно, не досмотрели, ну, как не могут родители подождать. Я сегодня немножко хочу только сказать о тепло и свете в твоем доме. Насколько там светло и тепло. Насколько там отношения не разорваны между тобой с сыном или дочерью. Недавно мне подошел один папа, рассказал трагедию. Он когда рассказывал, на его глазах были слезы. Он говорит, я недавно своего сына сильно ударил по лицу. Взрослого уже. Когда выяснилось, что он неправо казался, сын, сын не виноват был. Сын ничего не сказал, просто повернулся и ушел. И между отцом и сыном пропасть стала. Сколько нужно было Богу надо мной работать, сказал отец, пока я не попросил у сына прощения. Мы плакали, обняв друг друга. Я жалею, что сегодня мало молодежи, но я скажу тех, кто есть здесь, если вы обижены на папу или маму чем-то, когда-то, послушайте, молодые люди, если вас обидели родители, то вы простите им сегодня во имя Господа, я прошу, потому что вы не знаете, как вас трудно воспитывать, потому что родители желают вам только доброго. Не всегда получается у них, но они желают вам только доброго. Простите папу или маму, если обида у вас есть. Простите, чтобы иметь благословение. Знаете, я не так давно был в Киев приглашен, автономное братство собрало всю молодежь Украины. Меня и Виктора Гамма пригласили проповедовать на этом большом съезде молодежном. Было много очень молодежи, было очень много молитв. десятки молодых людей вышли вперед, чтобы наладить отношения с Богом. Я оттуда пример привез на Украине. В семье на стене висит текст, а я и дом мой будем служить Господу. Знаете, гости пришли в этот дом, а как-то этот текст немножко покосился, и кто-то из гостей поправлять начал ровно тело, хотя мальчик подошел, знаете, дети, они простые, говорят, дядя, а там у папы счетчик, он его скручивает. Никогда не требуйте от детей того, что сами не делаете. Ты почему в собрание не хочешь идти в воскресенье? А почему ты на неделе не был в собрании? Сын же и дочь видели это? Почему? Я знаю, мои дорогие, новая страна у нас забрала многое очень. Нужно было выучить хоть как-то язык, найти хоть какую-то работу получше. Нужно было хоть как-то благоустроить семью, папы. Это трудно. Но все это время мы взяли из бюджета семьи. Из бюджета семьи. Я не буду много говорить, просто приведу пример. Не только наказания влияют на детей, а еще больше уроки терпения и любви. Мальчик вырос и рассказывал о своем папе. У нас случилась проблема в семье. Папу на производстве получил травму, стал инвалидом. И вот с того времени он рассказывал, мы стали очень скромно жить, бедно. Буквально годами один суп и хлеб. Но родители находили время и находили денежки, чтобы как-то купить нам одежу и обувь. И вот мне однажды купили ботинки, зимой купили ботинки. Я шел в школу, радовался. Я хотел, чтобы все видели, что я иду в новых ботинках. А знаете, после школы так у вас получалось или нет, братья, за автобусы цепляться, городские автобусы, от остановки до остановки поцепишься, опасно очень, но цеплялись и иногда даже два-три ряда за автобусом и едем весело и интересно. Катались, скажите честно? Ну, уже можно, уже можно. Это я знаю, что плохо, но катались, да? Я катался, я скажу, чтобы вам легче было. Опасно. И он накатался тоже. Весело было до вечера. А вечером домой идет, как глянул на свои ботинки. Праздник закончился. Иду, хотя бы папа не увидел. Пришел домой, а папа как раз-то и увидел. Думаю, теперь все, этими ботинками меня. А он нет, он забрал мои ботинки в свою комнату. Прошло время, позвал меня в свою комнату. когда я зашел рядом с моими ботинками, которые были утром новые, стояли его старые туфли. И он сказал мне, ты знаешь, сынок, я хотел тоже собрать денежки, купить себе новые, а теперь не могу. Годы прошли, и мальчик-сын вырос, помнил урок терпения и любви отца. Папы, сегодня ваш день. Вы священники в доме. Вы в доме священники. Вам Бог доверил семью. Дети имеют бессмертные души. Помните, Христос однажды зашел в Иерихон, проходил через него. Весь о Закхее вы все знаете. Закхей жадный, грешник, услышал, что Христос вошел в город с большой толпой, окруженный. Закхей, когда услышал, там есть такое слово побежал. Не просто пошел, побежал. Люди думали, что грешнику Закхею не нужен Христос, что ценности духовные далеки для него. А он побежал. Много там было людей, таких как Закхей, но они побежали все. Он побежал, чтобы хотя бы издали посмотреть на того, о котором так много говорят. Помните, Христос подошел к смоковнице и Закхею сказал, Закхей, ты знаешь, я хочу зайти к тебе домой. Как грешник обрадовался. Он шел рядом со Христом в дом, где он жил. Люди, которые были со Христом, знали Закхея, говорили, Господи, не заходи в дом Закхея, не зажигай свет в его доме, пусть погибает во тьме. Я не знаю, о чем была беседа у Христа с Закхеем, но когда Христос вышел из дома Закхея и пошел дальше, я так верю, Закхей, взяв деньги, которыми так дорожил, ходил из дома в дом тех, кого обидел. И он говорил, стуча с двери, простите меня. Я возвращаю то, что взял у вас лишнее, больше хочу возвратить. Простите меня. И люди, которые смотрели на Закхея, знаете, не так на деньги, я думаю, что они были больше поражены деньгами, а вот тем светом, который горел в глазах Закхея. Это был свет, зажженный Богом в его душе. Восвет. Я зажигаю в доме Твоем свет. Господи, зажги в моем доме. В моем сердце. Зажги в моем доме. Господи, зайди в мой дом, чтобы в моем доме стало теплее и светлее. Но немножко о служении, которое совершаем мы уже вместе больше десяти лет на краю земли. Правда, два месяца назад я посетил детский дом на Украине, западная Украина. Позвонили туда директору детского дома, узнали, что они в бедственном положении. Я спросил, какая нужда у детей. Они сказали, если можно привезти постельное белье, потому что половина детского дома в кровати не встает. Я стоял около кровати, где лежали два мальчика, два братика, лет по 12 рядом лежали. кровати были поставлены вместе. Знаете, они могли только головой поворачивать, парализованные. Через десять дней большая команда молодежи с наших штатов Орегона, Вашингтона улетает и на Дальний Восток, и в Центральную Россию, в Брянске, вместе с российским братством будем проводить съезд, посещать детские дома молодежь собирается, проводить детские лагеря, палаточные служения в Белоруссии, в Смоленске, Кирове, Курске. Молитесь, молите господина жатвы. Это лето, я верю, будет очень благословенным. Еще многие души. Бог зажгет свет еще во многих душах и в домах станет немножко теплее и светлее. Операторы, вы готовы перед молитвой показать, а потом еще немножко скажу материал короткий, может быть минут восемь, и потом мы помолимся все вместе. Христос сказал, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего небесного. Господи, зажги свет в наших сердцах. Христос, я извиняюсь, что вам придется или поворачиваться, или пересесть пока на время, но у нас еще есть время, чтобы нам потом немножко еще послушать и помолиться. Это короткий отчет о том, что Бог через славянские церкви на Дальнем Востоке и в других местах бывшего союза мы совершали служение и многие души к Господу пришли. Дальнем Востоке Дальнем Восток говорит, что христианство перестало расти численностью в этом далеком крае. Приморский и Хабаровские края, Амурскую и Камчатскую области мы посетили с музыкальным коллективом из Германии, проводя пробудительные собрания и принося ободрение по местным общинам. Немало людей вышло вперед для молитвы покаяния на этих встречах. Иногда на призыв сразу выходило так много слушателей, что служители немного терялись, как уделить внимание одновременно всем. Эти собрания напоминали нам движение, которое происходило в Бефезде. Прошедшим летом миссия совершала свое служение в лечебных учреждениях, детских приютах, домах старостей и в колониях, проповедуя Евангелие. Во Владивостоке в доме для престарелых находится 800 человек, 200 из них лежачие. В Большом зале этот день собралось немало тех, кто прожил нелегкую послевоенную жизнь. Слушая рассказы молодежи об их пути к Богу и христианские песни, кратко вытирались слезы, расставаясь, благодарностью брали Новое Завет. После этой встречи у руководства по местной общине появилось желание каждую неделю проводить здесь библейские уроки. Посещение Леплазория на Кавказе очередной раз на нас произвело огромное впечатление. Нам разрешили ходить по больные и раздавать привезенный мед и полотенца. Это были необычные жаркие летние дни. В помещениях было настолько душно, что санитаркам приходилось сушить не только простыни, но и матрасы больных. Я смотрел на людей, которым в жаркую погоду делали чаще перевязки, пытаясь понять их страдания и состояние безвыходности. Некоторые больные, пораженные проказой, теряют зрение. Другие при встрече с посторонними Евангельская весть звучала и этим летом в разных регионах Дальнего Востока. В домах культуры, улицах и площадях в руки людей было роздано много христианских книг и новых заветов. Я помню около метро корреспондент радио вопрос задавал людям. Сотни людей зад, вперед, ход в метро. Один и тот же вопрос задавал, в чем вы видите свое счастье. У людей спрашивали, в чем вы видите свое счастье. Вы знаете, окрепли были разные. Одни говорили, и все сводилось к тому, что материальное благополучие приносит счастье. Другие говорили, вот в карьере, если будет успех, в этом мое счастье я вижу. Даже были те, кто говорил, в историю вы мне попасть, я в этом вижу свое счастье. но запомните, и вы, наверное, многие согласитесь, что настоящее, глубокое и истинное счастье, когда человек с Богом мир имеет. В Хабаровске, в женской колонии находится 500 человек. В этом исправительном учреждении есть молитвенная комната, где заключенные собираются для изучения Библии. Весь о Христе и при том распятом за грехи трогала женщин до слез, и они, не стыдясь, вытирали их руками. В мужской колонии, которую посетили мы в Владивостоке, находится более тысяча человек. Из них 30 заключенных, принявших Христа, образовали группу по изучению Библии. Наше посещение принесло им немалую радость и ободрение. Они просили молиться за них. Дорога домой. Под таким девизом проходил велопробег по Тамбовской области в конце лета в помощь палаточному служению. Молодые христиане проехали 400 километров, за 22 дня совершили 21 служение. Объезжая поселки на велосипедах, было раздано много трактатов. И хотя в эти дни шли дожди и было холодно, несмотря на сильное противостояние православия, храм-палатку удалось поставить в нескольких районах области. Люди, посещая эти необычные служения, задавали немало вопросов. В одном из районов после служения передвижной палатки была создана группа по изучению Библии. В конце августа наша палатка стояла в Липецкой области, помогая в проведении детских и молодежных лагерей. Экономические стрессы наложили свой отпечаток на будущее России. Сколько детей с разрушенной психикой, дистрофиков, пораженных туберкулезом, сколько ребят, лишенных счастливого детства, увидела молодежь, посещая больницы и детдома. И в этом году наше служение заключалось в том, чтобы кормить голодных, помогать бедным и нести им благую весть. Благовещенские, Владивостоке, Хабаровске и Петропавловске в детские дома привозили подарки и детскую литературу, продукты и велосипеды. Сколько радости находившимся годами в одних и тех же помещения детям в летнее время принесли велики. Елизовский детский дом встретил нас радостным криком, как подрасти ребята за год. Бог дал нам возможность опять в их будни принести маленький праздник. С руководством детского дома в Владивостоке у нас сложились и воспитатели приняли нас как родных. Директор детдома, находясь в больнице, по телефону передала большую благодарность всем, кто принимает участие в этом нелегком служении милосердия. Немало писем благодарности от разных учреждений привезли мы с собой в этом году. Уже семь лет подряд в центре полуострова Камчатка в оленеводческом совхозе Эса проходят детские и молодежные лагеря. Хорошее питание, правда первое время кухня никак не может определить сколько готовить, так как за добавкой всегда стоит очередь. Интересная программа превращает короткое лето для детей севера в большой праздник. За время лагерей дети и воспитатели становятся одной дружной семьей. Вот почему ребята плачут, не желая проститься с наставниками и лагерем. Не все желают возвращаться туда, куда мы их взяли. Через детские и молодежные лагеря евангельская весть все больше проникает в северные поселки Камчатки. Взрослые говорят, что через нашу работу с детьми они больше познакомились с христианством. Собирая детей из малообеспеченных семей, мы стараемся купить к школе одежду и обувь. У кого-то из ребят обувь меньше по размеру или совсем порванная. Да и куртки не у всех осени есть. Именно через это служение благотворительности несколько лет назад Бог открыл В этом году на полуострове работали, совершая различные служения 50 человек из Германии, Америки и Украины. Это была дружная и жертвенная команда. Каждый день лагерь заканчивался вечерним служением. Как искренне и просто были молитвы детей. Это правда, слово Господне не возвращается тщетным. Оно меня ложит ребят. Господь, я благодарю Тебя за все, за то, что доводи в мое сердце и вводи в мою жизнь. Господи, все, пожалуйста, славы. Ты знаешь, что у него нелегкая жизнь, Господи, ты благослови всех. Ты знаешь, что завтра уже уезжает лагерь, заканчивается, Господи. Ты знаешь, что на следующий год я могу приехать, Господи. Ты знаешь, что это очень грустно, в мое сердце печальится, Господи. в мое имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Господи, я благодарю Тебя за все эти дни лагеря, что Ты благословлял детей молитвами, благословлял их, что они изучали Слово Твое. И когда приближается расставание, Господь, мы просим, чтобы Твое большое благословение было на их сердечках, на их жизнь благословить, там, где будут они жить, помоги, чтобы помнили то, что они слышали эти дни. Да принесет этот посев в их сердцах добрый плод во спасение их душам во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Спасибо, операторы, что все-таки смогли. Слава Богу, Вы свет мира, и этот свет передавайте другим. Благодарность Господу, что славянские церкви стараются это делать, передавать этот огонь, зажженный в душах, и через несколько дней большая группа молодежи вылетит работать на край земли. Давайте помолимся и Ваша молодежь, и наша молодежь, и все мы вместе, мы участвуем в этом служении. Помолимся, чтобы Господь благословил, чтобы теплее и светлее стало в домах наших. Во имя Иисуса. Аминь. 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 Я иду за Иисусом тропою, что из древней Он сам проложил, С беспредельной и мотрой любовью на земле людям Бог наш служил, называл их своими друзьями, Сюда капли жизня долзони И теперь я служение с рамя принимаю из Бог дороги О, Господь, мои жизни всей мало, чтоб доверие Твое оправдать, вновь вновь к Тебе за благими дарами и хожу я опять и опять. Я прошу Твои силы Всевышней и огня я прошу для души свет век и долина гумыня не горит и светит на море я знаю я знаю немедленно и победы в пути в наступление от теперь источник Редактор субтитров А.Семкин